Это Пульс дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной политик Константин Боровой. Константин, приветствую вас. Здравствуйте, Артем. Ну вот, я хотел бы спросить вас, как вы оцениваете версию ФСБ российского по делу об убийстве дочери российского идеолога Александра Дугина. Последняя версия такова. Некая Наталья Вовк, которая служила в полку Азов, при помощи ребенка подложила бомбу в машину к дочери Дарьи Дугиной. Как вы оцениваете вот эту версию и ту скорость, с которой ФСБ, собственно, раскрыло это преступление? Ну, это ложь, безусловно. Там огромное количество несостыковок, они видны всем. Значит, если это было покушение на Дугина, то и понятно, что следили за Дарьей, то почему все-таки взорвали именно ее? Почему? А заряд был подложен под место водителя, а Дугин не умел водить машину. Вот. Ну, огромное количество нестыковок, и мне это сразу напомнило, знаете, очевидное покушение на Бориса Немцова. Его тут же попытались приписать Борису Абрамовичу Березовскому, который, конечно же, к этому не имел никакого отношения. А ФСБ, наследница ОГПУ, ГПУ, это же ведь государственное политическое управление, понимаете, они решают политические задачи. Но вот сейчас политическая задача обвинить как можно в большем количестве грехов украинцев. Вот машина была украдена, она находилась в этой серой зоне ДНР, ЛНР. Это тоже ясно, там постоянно менялись номера, и ясно совершенно, что это агентура ФСБ просто исполняла это поручение. Там сейчас есть много версий, которые там не излагаются громко, связанных с деятельностью активистов ЛНР, ДНР. Там постоянно деньги какие-то циркулируют, идет за них конкуренция. Предыдущих несколько случаев, когда взрывали заметных деятелей ЛНР, ДНР, они все были связаны с деньгами. Дарья, как говорят, выполняла тоже какие-то поручения российской разведки, передавала вместе с отцом деньги правым европейским партиям. Но там очень много версий, вот эта версия абсолютно недостоверна, и это ясно всем. Ну, мне вот все-таки хочется понять, почему целью стала она. Неважно, кто это сделал, вот все-таки почему Дарья Дугина. И здесь, понимаете, можем ли мы вообще спекулировать в данном случае, кто изначально был целью. Вы сказали уже, что на самом деле сам Александр Дугин не водит автомобиль, а как мы знаем, бомбу подложили именно под водительское сидение. Сначала сообщалось, что машина принадлежала ему, потом сказали, нет, машина на самом деле Дарьи Дугиной. Все-таки, как вы считаете, целью была изначально она или Александр? Мне кажется, что все свидетельства говорят о том, что операция была осуществлена структурами российских спецслужб, и целью была именно Дарья. И это мог быть шантаж, предупреждение самому Дугину, или желание отстранить его от каких-то проектов. Но это самое вероятное. Самые вероятные, их несколько версий. Когда мы говорим о том, что все эти версии штопаны как белыми нитками, и очень много несостыковок, как вы считаете, сам Александр Дугин, он понимает это? И понимает, что все-таки за этим могут стоять российские спецслужбы? Да, конечно. Он участвует в этой конкурентной борьбе. Прежде чем убивать, они обычно предупреждают, пытаются договориться, то есть решить свои проблемы нерадикальными методами. То есть он такие предупреждения, безусловно, получал. И очень хорошо знает, так сказать, адресата, знает, кто с ним разбирается. Но это стиль российских спецслужб. И тем не менее, понимая, что это могут быть российские спецслужбы, он говорит на похоронах о том, что восполнить вот эту потерю может полная победа над Украиной. Но он пытается остаться в среде, так сказать, принятия решений. Он не будет конфликтовать с теми, кто обладает ресурсами, передает ему ресурсы и управляет ресурсами. Он пытается сохранить нормальное отношение. Его можно понять. Он человек циничный, крайне циничный. И очень заинтересован в том, чтобы его участие в проектах российских спецслужб продолжалось и на уровне европейском, и на уровне внутри российском. Константин, а насколько вообще сам Дугин, ну скажем так, важная фигура для этой войны? Находится ли Владимир Путин, например, под его влиянием каким-то? Вы знаете, свидетельство людей из окружения Путина таково, что влияние Дугина очень слабо. Вот это такая, знаете, философия на уровне пропаганды для простых людей. Вот такая философия ненависти. Она неконструктивна, она не дает решения сложных политических проблем. Это он пропагандист, это пропаганда. Его лекции, его книги – это такая имитация философии, и имитация размышлений, по сути, это, ну, пустышка. Он, конечно, не философ, не глубокий исследователь. А как сейчас тогда смерть Дарьи может использоваться, ну, вот в этой войне, я не знаю, может быть, пропагандистами или властью? Будет ли это использоваться как-то? Ну, уже используется, Артём, уже обвинены украинские спецслужбы в том, что они из соображений ненависти устроили это покушение. Ну, для украинских спецслужб какой-то там отдельный пропагандист – это предмет расследования, рассмотрения после войны. Сегодня устраивать на него покушение, рисковать жизнями людей, в этом нет никакого смысла. Пропаганда это использует, использует в полной мере, но чем больше на этом настаивает ФСБ, российские спецслужбы, ну, тем меньше им верят, точно так же было с убийством Немцова. Огромное количество фактов причастности российских спецслужб и ничем не подтверждённое утверждение, а ФСБ тоже о том, что Березовский заказал это убийство. И, ну, совершенно невнятное объяснение, почему именно он заказал, зачем это ему нужно было. Такой бред, облечённый в конспирологическую форму, ну, это их стиль работы. Они пытаются в политических целях использовать всё, что только возможно. Константин, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политик Константин Боровой. Продолжение следует... Продолжение следует...